Воровство в супермаркетах. На какие только ухищрения не идут магазины-воры, чтобы пронести товар мимо кассы и остаться незамеченным. Продолжим тему вместе с ведущей рубрикой Вести дежурная часть Аленой Николаевой. Она уже появилась в нашей студии. Ален, здравствуй. А все-таки какие товары предпочитают магазины-воры? Маленькие или габаритные? И вообще, что толкает на такое поведение людей? Здравствуй, Надежда. Ну, точно сказать, конечно же, нельзя. Для одних это развлечение. То есть наспор вынести какой-то товар из магазина и остаться незамеченным. Для других это сложная жизненная ситуация. Но в любом случае это правонарушение, за которое последует наказание. Что касается товаров, то самые ходовые, как говорится, это шоколад, конфеты, кофе, алкоголь, даже бытовая химия. Умудряются люди с манекенов утащить различные куртки, вещи или в раздевалке одевают новую одежду и проходят также мимо кассы. Но, тем не менее, бывают и совсем иные примеры, о которых я расскажу далее. Героиня нашего следующего сюжета оказалась поистине гурманом. Она посещала супермаркеты и выносила оттуда сыр. Исключительно определенные марки и далеко не бюджетные. Только вот теперь девушке придется ответить не только за кражу из магазина, но и попытку его ограбления. Подробности далее. Я подозреваю в том, что я украла, похитила сыр из магазина. У меня задержались сотрудники полиции. Вы согласны этим? Это было? Ну, это было, но похищала я. Ну, умысла похитить не было. Умысла была в том, чтобы вернуться. Ловкая и расчетливая. Эта девушка в буквальном смысле стала грозой городских супермаркетов. В течение нескольких дней она посещала один и тот же магазин, незаметно выносила оттуда сыр определенной марки, который потом продавала, кому придется. Но на этом дело не закончилось. При очередной попытке вынести товар за пазухой, злоумышленницу попытались задержать работники магазина. В результате между посетительницей и продавцами завязалась борьба, после которой девушке все-таки удалось покинуть торговый зал. Для поимки подозреваемой был введен план-перехват. Полицейские быстро задержали злоумышленницу и доставили ее в отдел полиции. Теперь девушке предстоит ответить не только за мелкие хищения с торговых прилавков, но и за попытку ограбления. Органами дознания возбуждено уголовное дело. Продолжение следует...